Девушки отдыхают За бортом жара, дорогие друзья, 32 градуса А я еду на новенькой машинке 47,5 тысяч накат всего лишь 2001 года автомобиль Но у меня хорошо работает кондиционер Чувствую себя комфортно Я ее только включил, уже успел спариться Еду На этой красавице Покажу вам ее Маленькая, миниатюрная Вон она, будочка Всего лишь 3 метра Но сейчас покажу вам ее получше Сегодня смотрел Ну не сегодня, а так вообще работы Варианты с вахтой, с херахтой Какие-то рельеф-центры все меня зовут Но это вообще не по мне Пришел сюда Сразу отказали документы Увидели, что я человек Разбирающийся в автомобилях Говорит, а сейчас готов? Я говорю, готов прямо сейчас А я вот в джинсах, блин, в кроссовках Не в своих походных Ядовых лаптях Я говорю, конечно готов Поехал, заехал домой Взял зарядку для телефона Еду в Ивантеевку Она на зимней резине Сейчас в Ивантеевке Там заберу новую летнюю резину Сразу переобуюсь И приеду назад Говорит, заодно испытаешь автомобиль То, что зимой кто-то ехал Уехал на ней в кювет И погнул раму Меняли раму Поставили винт Старый все Техпаспорт ничего не меняли Новую раму заменили Говорит, заодно посмотришь Испытаешь Я же ведь испытатель известный Как, да что? Говорит, если все нормально То завтра уже можно работать Изначально, когда устраивался Что меня устроило Ну здесь, я скажу так 5 рублей километр Поездки разные Что меня прильнуло Что по Всей России Хотя тут пока нет ни спальника Она не удлинена Ничего Вот только взяли С нуля Тем интереснее для контента Вот как вот все это будет развиваться Будут искать заказы На трехметровую Будут ли заказы Не будут ли Это же все очень нам интересно Поэтому я сюда пошел И он говорил Неделя через неделю Или там две через две Как там со сменщиком Как что? Сменщик уже есть Но почему-то Поехал я Вот В общем еду Посмотрим Что как будет Получаться Я говорю Он говорит Ну тебя все устраивает Я говорю Ну что машина новая Меня устраивает Что маленькая Мне еще лучше Что так 5 рублей километр Что так 5 У меня не сделка У меня не проценты Никакие Что на той кате Что на этой На маленькой еще маневренней Тем более Каменс Никакого Метана Хирана Дали две топливных карты Говорит Заправляйся Полностью Но я вот Сейчас пока еду У меня есть Но сейчас Я специально никуда не съезжал Сейчас будет заправка Конечно же Заправлюсь И поеду в Ивантеевку За колесами Я говорю Посмотрим Какой будет накат Сколько будет Получаться выходить Он говорит Ну там посмотрим Если говорит Не особо Типа будет Может быть Сам будешь Пятидневку работать Я говорю Давайте начнем А там будет видно В общем Вперед друзья За новыми приключениями Еду Наладил зарядку Все работает Прилепил свою Магнитную штучку Но блин Забыл Магнитный чехол Пришпандорить То не к чему У меня красенький Он с железочкой Дома Ну все в спешке Не ожидал Ну ладно Хрен с ним Ивантеевку Я и так знаю Адрес там посмотрю Вот попиваю Швепсик Но я вам скажу Каменс конечно Дизель Вот эту маленькую Прет Вообще просто С метаном Вообще Ни в какое сравнение Вообще Блин Просто бомба А так вообще У них на фирме Одни фуры Это вот они Газельку взяли Попробовать И я что думаю Если неделя Через неделю Будем работать То как раз У меня Будет время Пойти И отучиться На Е И у них же Пересесть на Е Допустим Будет еще проще Все в жизни Что не делается Все своим чередом Надо вообще Ни о чем не жалеть Ни о чем не загоняться А просто наблюдать Наблюдать Что с тобой будет дальше И все Все будет интересно Ну по крайней мере Пока Мне пока интересно Но вот единственное что Это То что Как бы Неопределенность такая Ну когда нету Четкого графика Потому что Сейчас пока смотрим Все выяснится буквально Ну как он сказал Пару неделек Попробовать Потому что Вдруг Не будешь уставать Тогда Пятидневку работать А если Говорит А если вот так вот Сейчас каждый день Там мотаться Но один фиг Потом будем Вопрос со спальником Поднимать Еще там с чем-то И С учебой Все таки Этот этап пройден Надо нам Ну Какие то развлечения Идеи Воплощать в жизнь Потому что Просто усесться И Работать Изо дня в день Как кто то на заводе Работает Не в упреком Сказано Но это вообще Не моя жизнь Это не моя стихия Я люблю Развитие Прогресс Движение Чтобы Я рос Над собой Чтобы Каждый день Я просыпался И делал Больше чем Я сделал вчера Не на кого то равняюсь А Равняться на себя Просто Иначе будет просто Неинтересно Тупо День сурка Я ничем не оприменен Жизнь меня Любит И Позволяет Жить Увлекательно С энтузиазмом На Роснефть Хотел заправиться Вездеход Не проканал Может Говорит Карточка Новая Не активирована Ну Скинул Фот Сейчас Активирует У меня Есть еще Одна Е100 Сейчас попробуем На Газпроме Может день заправимся Пока Харючка Есть А то Говорю Сейчас дальше Уеду туда И что Ну Тогда На такую Переведут Но Доложить Сигнализировать Все таки Надо Ну Дизелек Меня прям Радует А так Говорят Тут Зарплата Вся белая Официально На пенсию Я говорю Блин Мне это Вообще Никак Не важно Говорю Сейчас пенсию Не поймешь Че хрен Доживет Кто до нее Сейчас еще до 80 лет Сделаю Ну ладно Едем Сейчас посмотрим Заправимся По Е100 Если что А может сейчас Эту активируем Пристегнуться надо А то вон камеры Луховицкая задница До сих пор Продолжается Но в эту сторону Еще ладно Потихоньку Плетемся Интересно будет Назад вечером Когда я попру Блин Газпрома Что-то пока нету Вот Пост ГАИ Проехал Коломенский Вроде нет пробки Будем надеять Еще раз Сосалось Мне вот единственное Непонятно Что вот это Вот такое Значит Можно конечно Посмотреть Но может Вы кто-нибудь Знаете Че это Этот значок Обозначает Я не знаю Догадываться могу Но не знаю Так Вот мне Не нравится Вот температура Больше 80 Может это Охлаждающая Жидкость Ну вроде Выезжал Сейчас посмотрим Вот Газпром Сейчас как раз Заправимся Если получится На этот раз И посмотрим Что у нас С охлаждайкой Не знаю Насколько тут Бак 80 Может быть Может 60 Но я заправляю 40 литров Карточка Про канала Смотрите Будочка Какая Миниатюра Зато Руль Класс Люфта Вообще Нету Сейчас посмотрим Что у нас С охлаждайкой Ну я Синфик Она вон Ниже Минимума Я написал Что надо Долить Пока На заправке Чтоб сразу Купить И все Вот какая Мелипуточная Назовем ее Кнопка Резина Зимняя Еду За летней Но нужно Долить Взял Килограмм Красный Антифриз Феликс Пойду Доливать Все Долил Друзья Ну конечно Конечно же Иконка Потухла Температура В норме Якус Разобрался Но я так И думал Что это Потому что Я когда Еще ехать Посмотрел Мало Но думал Сейчас нагреется Подымется Но все Нормально Даже вон Еще осталось Малясь Так что Все нормально Сейчас сразу Денег Прям тут же Перевел Спасибо 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 За все Спасибо За все Пожалуйста Вот 40 литров Залил Кстати Не знал Сколько Бак Лампочка Уже Моргнула Но вот Еще Не полное Еще Деление Ну по крайней мере Разобрался Что та Карта У меня Змей Горыныч И Газпром А Вездеход На других Наверное Там Нефть Надо Посмотреть Я уже Забыл Просто С этим Наличкой В основном Все заправлялось Последнее Время И метаном А здесь Ну сейчас Вспомнится Все нормально Идем Осталось В принципе Два с половиной Часа пути Ну надеюсь Часам к четырем Буду там Чтоб все поменять Тудым Сюдым Не загадываем Но надеюсь Часов в пять Хотя бы С Москвы Выехать Обратно А над Москвой Друзья Смотрите Черным Черно Все наверное Вольет Иду Пока нормально Машина Прям вообще Приятная Прям Идеально Управляется Дождик Нас Встретил Подворники Работают Изумительно Дождь Пролил Вообще Прям Проливной Не видно Ничего Было А тут Прям дальше Раз Сухо Вот Нашел Руиз Контроль Но вот Клавишу Прибавить Убавить То ли я Слепой Но я ее Вообще Не нашел Или может быть Это такой Круиз Контроль Что ее Нет Встали В Заозерье 20 минут Третьего Пелемешки Московские А то утром Как пловом Позавтракал Я же не Намеревался Куда Куда Уезжать Я думал Сейчас По собеседованию Покатаюсь А тут Меня сразу Бух 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 И поехал Походу Я капец Какое доверие Внушаю Сходу Ну вот Она Ивантеевка Практически Приехал 700 метров Осталось Без 10 4 С 5 У этажа 6 колес Замучился Так Ищу Шиномонтаж Где-то Мне объяснили Где-то Здесь Есть Блин Вот интересно Машина Новая Почему Все Такое Ржавое Короче 3000 Будет стоить Без балансировки Перекинуть Резину Все В Ивантеевке Перекидываюсь Уже Дали Новые Задания Эх Красота В Ивантеевке Всем Ивантеевским Привет Большой Привет Короче Еду Сейчас Сколько У нас С 25 Еду На Рязань Сейчас Скину Колеса Завтра Гружусь В Дмитрове В Щелково И В Орехово Зуево И Поеду В Пстово Там Выгружаюсь По-моему Потом В Иваново Загружаюсь И в Москве В понедельник Выгружаюсь Они Сегодня Говорят Это Может Тут Останешься Мы Хостел Тебе Там Все Оплатим Помоешься Я говорю Блин Я на 4 дня Потом Я пришел Вообще На собеседование Я в джинсах Блин Тут Не это Даже если спать В хостеле Все равно Что-то там Переодеться Плиточку На еду Они мне не дадут Только на хостел А 4 дня Мне надо Плитку С собой взять Мы же Пушкрафтеры Должны Что-то Готовить У меня Там Один Доширак И Две Картошки Оставалось Воды Набрать Ну и так Вот Что-нибудь На первое Время Супа В термос Налью Короче Сейчас Надеюсь Часов В 10 В 11 Буду Дома Еще Смотря Где Сейчас Резину Там Скидывать Ну уж Пробок Не будет А В 5 утра Поеду Часов В 5 Посплю Дома И отправили Все в рейс Но это Вы все Увидите В этой серии Приятного Просмотра Друзья Поддержите Лайком Канал Комментарием Не сложно Жить Написать Просто Хотя бы Пару слов И все И мы начинаем Наш интересный Путь Чуть-чуть Разбавили Мещерскими Хрониками Для любителей Ну посмотрим Как я еще Буду работать Если неделя Через неделю Как они Скажут Сейчас Вот у кого Колеса Забирал Он тоже Тут работает Но он живет В Ивантеевке Бочки на газоне Я говорю И что много вообще В фирме машин Он говорит Очень много И в основном Все камазы Бочки И самосвалы Ну и Вот Газон один Вот явоная бочка Он масла возит И вот это вот Газель То есть они Как бы в сфере Перевозок Не работали То есть я Опять Снова Первооткрыватель Так выезжаю Короче на Ярославку И сейчас Мне тут надо Крутануться В обратную сторону А ну вот она Река Уча А ну вот оно Кольцо Развязка Сейчас по нему И вон оттуда Выйдем Я раньше Помню Когда первый раз Еще в Москву Ездил Лет В 20 Там может Я не помню Блин А навигатором Не было Карта Развязку Проехал Все капец Паника Катастрофа Что делать Где-то прижимаешься Останавливаешься Давай изучать карту Как что быть А потом уже едешь Как бы Ну уже знаешь Что проехал Одну развязку Если проехал Раз у тебя будет Следующее То есть ты Далеко никуда Не уедешь Ну и все Вот сейчас мы Развернулись Выезжаем на Ярославку Только уже В сторону Москвы На МКАД Ну и все И на Новорезанка И там уже По прямой Коломна Луховицы Рязань Кстати Прет вообще Хорошо А посмотрел заявки Что завтра везу Какие-то там Порошки Какие-то там Магнии Сульфаты Флоры В общей сложности Чуть больше Двух тонн То есть на первой точке Тонна На второй Семьсот тридцать И на третьей Триста Посмотрим Как наша Кнопка Выдержит это Али нет Ну колеса Потом протяну Через Как раз После рейса Их протяну Через Денек К столу Протяну их Пробочки Не пробочки Хорошо что Пельмешки Долгоиграющие Ну Пять часов Пятнадцать минут Вечер Самый час пик А то какой плюс На кнопке Не нужно в этих Двух рядах Толчиться С большегрузами А можно легонечко Проскакивать Где угодно Мы легковушечка Да Да Не ну друзья Еду вот Не нарадуюсь Все таки Блин После Той убитой Газели на метане Которая Шестиметров Это просто песня Вообще Такая прям благодать Газку чуть даешь Она прям Как легковушечка Вообще Да Офигеть Я на собеседование Да Сходил Сходил на собеседование Отправили в Москву Завтра уже отправляют Раз Два Три На четыре дня Как минимум В рейсе Это тоже уметь надо Да Вот у меня прям Как чуйка На приключении Что в Минске Тогда Сходил на собеседование И тут же ночью Отправили В Казань С Минска На восемь дней По-моему Я ездил Когда колеса Там все взорвались К чертовой матери Ха-ха-ха-ха Тут мне кстати праздник День крещения Руси Хотя я против Но у меня есть крест А крестик у меня Почему-то все время Чернеет И теряется Наверное Во мне очень много Плохой энергии Всаживается в меня От этих От писунов Хейдеров Они пишут Плохую энергию Мне ее отдают Я их как бы Исцеляю У меня от этого Крест отвалился Но зато я помогаю людям Писунам Продают кукол Это эти Хаги-ваги Вот непонятно Для чего Хаги-ваги Или хэна на мити Что-то типа того Это очень опасно Очень опасный кукол А вон Узбечка Продает мороженое Стоит вся такая Грязная-грязная Ну хотя мороженое в упаковке Но за 150 рублей Пусть она его себе Плашмя в анал Гонит Ну и спасибо большое Леониду Александровичу За 44 рубля 16 копеек От души А я вот в пробках Напротив Латкарина Офигеть зарядил Дождина Грибы Точно попрут теперь Время 8 вечера Ну здесь пробка Сейчас начинается Прямо от самого поста Уже значительно меньше Чем были впредь Приехал на этот завод До 10 звонили этому Тухербеку какому-то Который должен был Забрать у меня зимнюю резину Начальник говорит И у меня не берет Хотя ему звонили 10 минут назад Я только лишние Полчаса сюда пилил Сейчас лишние полчаса Ехать до дома Говорит Тогда утром Выгрузим Я говорю А сколько утром? Типа к 8.30 Ну и еще лучше Не в 5 в Москву пойти Выгрузим А потом в путь Не в 5 значит В Москву вставать А к 8.30 мне тут ехать Полчаса Посплю Значит до 7 Только блин Зря пилил Ну ладно Что ж поделать Работа такая Посмотрим Как будет Что дальше складываться Так что надо В магазинчик заехать За провизией Ну что друзья У нас 8 утра Куда скинуть резину Так я и не дозвонился Говорю Начальству Давай я положу Пока у себя в гараже А вернусь тогда с рейса Там перегрузим Так что сейчас Еду все в гараж Зимнюю резину Сейчас скину И уже Попрем на Дмитров Первая загрузка В Дмитрове Так Вот он наш гараж Ну кнопки Такая маленькая Вообще Зато какая уютная Будочка Да В общем Скинул зимнюю Прям Тут поставил Ну сейчас я Раз Два Три Через 3-4 дня Вернусь И Ее Отвезу Куда следует Ладно Все закрываюсь Поедем Заправимся И на Дмитров Так Обнаружил колонку Пойду Запасусь Водой Свежайшей Колодезной Сейчас заправил 50 литров И Пак Все равно Не полный Насколько ж Непак Че же На 80 что ли Будем пробовать Сейчас В общем Главное Успеть Мне до 4 Нужно Загрузить Дмитров Щелкова И Орехово Зуева Показывает Дмитров На первую точку Прибытия В час 15 Хрен знает Успею Или нет С этими колесами С этой резиной Вчера В час Вечером Потратил Чтоб туда-сюда Ездить Прошли бы сразу Сказали Что этого хрена Не будет Куда-нибудь Положи к себе Я вчера Блин В 9 вечера В гараж Блин Положил бы И все И сегодня Поехал бы Нормально В 5 утра А не Ждал бы До 8 Чтоб ему звонить Чтоб выяснилось Что оказывается Его там вообще нет Но Рабочие моменты Погодка хорошая Машинка идет Отлично Пока все нормально На всякий случай Подушку с собой взял Все-таки 3 дня Как минимум Это точно Я там буду У меня загорелся Значок Высокой температуры Выхлопных газов В результате Сажевого фильтра Регенерации Но это пока Не засорение И Нельзя глушить Двигатель Пока значок Не потухнет Минут 40 Как говорят Что там Должно все Наладиться И температура Стихнет Но Натягу влияет Иногда Такие вот эти Прогалы Есть В подаче топлива Так вот Бум Потом раз Ну посмотрим Не знаю Если машина Говорит Полгода Раму ей меняли Не эксплуатировалась Видите Что Ни охлаждающей Не было Ни тут Ни сям Почему Почему Это ржавое Все такое Тоже Странно Как бы Непонятно Будем Разбираться Сейчас Главное Успеть Загрузить Все эти Три точки Я только Луховицы Вот Проехал Эти ремонты Дорог Задрали Уже Все Правильно Потухло Прошло 40 минут Потухло Значит Выхлопные Газы Остыли Мне кажется Ни хера Я не успею Собрать Это все С этой резиной Блин Фух Пол двенадцатого Добрался До МКАДа Заеду До Дмитровского Шоссе 91 километр Остался До Дмитрова Сейчас Звонил Мне С офиса Ольга Говорит Завтра До двенадцати Успеешь В Кстово Выгрузиться Я говорю Если сегодня Успеешь Загрузиться То я Уже сегодня Там буду Там Переночую А типа Что В Кстово Завтра Выгрузиться И потом В Сдержинск Не Бываново А В Сдержинске До трех часов Завтра Надо будет Загрузиться Я говорю Вопрос встанет Только Я говорю Я все успею Мне С этими колесами Говорю Она говорит Да это я все в курсе Я говорю Мне главное Сегодня успеть Все загрузить Это говорит Ты по любому Успеешь На первую точку Говорит Надо до трех успеть Я говорю Ну я там Пол второго Навигатор Показывает Буду Вон он Вот Говорит Все нормально Ну сейчас посмотрим Сколько они будут Грузить Там мне Тонну Этих мешков А сейчас Мне тоже Опять Тетка Звонила Ну Женщина Евгений Ну вот Это я Кто я Я вот вам Звонила Вы не надумали Типа К нам Прийти Я так Вспоминаю Я говорю Да Это где у вас Там газоны Этих Фавы Не успею Разомнуть Разомнуть Разомять Размять 6-1 Я вообще Стремлюсь К вахте Две Через две Вот такая Мне нужна Вахта Я же ведь Я хочу Вот вахту Отработал Отхерачил И путешествовать Там по всяким Рыбалкам В Карелию В Хакасию Хочу съездить Хариуса Половить Ну вообще Вот так вот Жить А блин А нахрен Мне надо Мне Я Сам По себе Я сам Всего Гитару Сам Освоил Музыкальную Школу Закончил На баяне И я Должен 6-1 Работать Как проклятый Пока не сдохну Нахрен мне Тратить свою Жизнь На то Чтоб 6-1 Работать Мне че Блин Зачем Просто Для чего Именно мне Кому то Может надо У кого то Может ипотеки Там трое Детей Там еще Что то Но вот Именно Евгений Кузин В этом На данном Этапе Своего Жизненного Пути В этом Совсем Никак Не нуждается Я все Делаю Исходя Из ситуации И все Проблемы Решаю По мере Их поступлений Не заморачиваюсь Вообще Ни о чем Все на спокойствии Я всегда Спокоен Как Траншейный Питон В жопу себе Пикни Дубина Спокоен Как траншейная Черепаха И Отработал Я знаю Я работаю Всегда на совесть Ну вы Сами Это все Видите Очень бережно Отношусь К автомобилям Ко всему Вообще Работу Выполняю От и до Поспорить Невозможно С этим Никто Не поспорит Но Я люблю Вот так Что я знаю Что я сейчас Повкалываю И меня ждет Какое-то Увлекательное Событие Либо это Куда-то Путешествие Либо Какое-то Там Еще что-то Или еще Что-то Ну какая-то Радость А вот Это без радости Шесть дней Отхерачить В Москве И день Проваляться Дома Как Сурок Под диваном Ну и Нафига А годы Идут Идут А посмотреть Хочется Пожить Хочется Нахер Это выживание Это существование Надо жить На полную Вообще На полную Чтоб жизнь Била полным Фонтаном Ну таракань Заехал Сейчас Он позвонил На ватсап Мне точку Должны Скинуть Одна Минута Ну И как Сюда Ехать Поехали Вон Куда Надо Попасть Это Ядрит Еду Погел Локационные Точки Вот Дороги О Вот Дороги Сход Развал Легковой Шиномонтаж Здесь Сразу Тут Наверное После Этой Дороги Сразу Нужен Шиномонтаж Из 23 Загрузили Тонну Я говорю У меня Прибытие Блин На вторую Точку В 5 часов Показывает Этим Позвонил Туда Мы не будем Ждать Я этой Говорю Она говорит Надо до 4 Приехать Успеть Каким Нахер Образом Типа Что там С колесами С херосами Я говорю Я поехал бы Тогда В 5 утра Она говорит Надо было Вчера Скинуть Колеса В Москве Тогда Не забирать У кого Нибудь Там Оставить Самому Остаться В Москве То есть Я придя На собеседование Поехал За колесами Проверить Машину Тут же Нагрузили Заказ Я говорю Может Мне еще Ваши Условия Вообще Не подходят Короче Тем интереснее И пишет Надо успеть Вот Прибытие У меня 16 36 Самый Короткий Путь Все С Дмитровым Познакомились Все Рванул В сторону Сергиева Посада Чтобы С Орехова Зуева Попытаться Заказ Забрать Но Тоже Прибытие В 17 30 Показывает Видите Все Плетется В 17 30 Говорю Позвони Узнай Будут Ждать Или не Будут Но Но Второй Тот С Щелкова По-любому Там Завод Говорит В 4 Часа Печатают И все А у меня Прибытие 16 40 Самый Короткий Путь Типа Чтобы Эти Отвезти А потом В понедельник Довести Его Как-то Ну не знаю Что будут Решать Сейчас Вот Третий Что они Дадут Будут Ждать Полчаса Не будут Ждать Мне до них 145 Километров Пилить Я говорю Когда вот так Вот Все В спешке Все Хуже Всего Когда Вот так Машину Еще Не Сделали Не Приняли Ничего Нет Уже Заказов Кучу Набрали Надо Все Равномерно А вот Канал Имени Москвы Рыбачков Тут Конечно Полно Пол Четвертого С утра Как вот Плов Поел Сардельку И все Вот Хотя Пару Бананов Сейчас А то Уже Прям Капец Короче Остановился Какую-то Муть Муть Типа Сейчас Ехать С одним Этим Заказом В Кстово Выгружать Завтра Завтра Загружать Дзержинск Ехать В Белгород С Белгородом Хрен пойми Куда Потом Опять Чтобы На Москву И довезти Те два Заказа Потом Оттуда Хрен пойми Куда И что-то Мне вообще Пока Нифига Не нравится Ни суточных Ни фигуточных В этой Вот Кибитке Ни спальники Ничего Нету А Запасы Еды Они у нас На столько Дней Не хватят И через Два дня У меня Еще и Телефон Закончится И пакет Вот это Сходил на Собеседование Вот это Да Ну пофиг Еду Сырка Поел Настроение Приподнялось Мне в принципе Пофиг Вот чем я Как рад Что мне вообще На все Насрать Это меня Так спасает Вот вам Лайфак От меня 470 Километров До Кстова 7 часов Езды Время 4 часа Вечера Пишел это видео Не разбивать На части А прям Вообще Всем моим рейсам Вот как я выехал Из дома И когда я попаду Домой Прям все Приключения На сколько выйдет Часа на 2 На 3 А вы напишите Как лучше Разбивать Или Прям целую Такую Херню Как включил Хотя кто не может Сразу посмотреть На чем ты останавливаешься Потом это видео Включаешь И у тебя идет Продолжение И всю неделю Можно смотреть Поджаренная Колбасочка На солнышке Вкуснота Вот смотрите Ребят Диулина Только что проехал Гришин И теперь Диулина А там дальше Горки Капец Позвонили Говорят В Белгород Мы не едем Едем Говорят Сейчас В Кстово Уже Дзержинск Отменяется Белгород Отменяется Все это Меняется Блин Едем Короче В Кстово А там уже Будем смотреть А я тем временем Подбежаю Вот здесь Какой поселочек Спасокукотский Такая красивая набережная Газпром Надо бы подзалиться 60 литров Сейчас залью Осталось 290 километров Река Калокша Комерские пацаны Попросили Дернуть газелисты А то этот Аккумулятор Говорит Совсем сдох Вот О Завелся Так что надо Помогать друг другу Он все Завелся А то он на заправку Встал Заглушил Все Я говорю Генератор Хоть выдает Выдает Блин Пацанам Помог Удачи Мне пожелали А вот Поссать Я забыл Ядрит Твою Вдышло Придется В кусты Так как Не опражнялся Я уже целый час Мне в горло Дударила Свиная Вся моча Что я несу Потому что У меня Видите Какая Майка Вот По тему Кнопки Кнопочки Кнопаки И О Гаишники Только что стояли Похер По обочине Кирать Москову Мудак Я вот К людям Ко всем Отношусь Очень хорошо Вот я знаю Что многие Большегрузы Не любят Газели Газелистов На газелях Кто ездит Там На маленьких Машинках Я В шерме Все равно Я вот Что на грузовой Работаю Что вот На легковой Для меня Прежде всего Человек Не важно На чем он едет Хоть он На хромом Пингвине Пусть скачет Если ему Нужна будет Моя помощь Я приду И помогу Ему Я так Сказал 12 Пойду Руки помою Умоюсь Ну вот 12 часов Блин В туалете Пока умывался Меня аж Прям Это Аж прям Закачало 18 часов Вот оттарабанил Я уже Тут был Тогда Когда С баклажкой Ходил За бензином Где-то Здесь Примерно Был Сейчас Посмотрим Где тут Встать Нам До завтра До утра Все Друзья Товарищи Встал На том же Прям месте Где я В тот раз Спал И потом Высох И ходил За этим Но тогда Была зима Все было В снегу А сейчас Растительности Много Время У нас 6 минут Первого Сейчас Вот Не знаю Блинчиков Может Парочку Съем За весь день Блин Только Утром Плов С сарделькой И В обед Сыр С колбаской Сейчас Пару Блинчиков Мне даже Ничего сладкого Нет Попить И в общем Ложусь До утра Тут Ништорок Вообще Нет Вообще Ничего Вот только Лежанка Сиденье Которое Ничего Не разбирается Нет Но Испытать Надо Приеду Я накидал Вариантов Какие им Предложу Если их Не устроит Ну То что Вот так Неделю По 10 дней Ездить В этой Кибитке Бессуточных Бессвигуточных Это конечно Не дело Поэтому Думаю Предложу им Согласятся Нет И Нужен Спальник Обязательно То что Тут Не отдохнешь День Поспать Ну Никак Не Не 10 дней Мне В Новгород Я звонил Тоже У нас Дали В Рязани Объявление А Набирают В Новгород Говорит Своих Нифига Нету Никого Сюда Надо Жить Переезжать Короче Хрен его Знает Пофиг Сейчас Ем И Ложусь Сил Нету Прям Аж На ногах Стоишь Вот Так Вот А Блинки Одна Вкусная Я их Правда Не люблю Но Они Вкусные Блин Куда Не Встань Даже Без Шторм Все Время Фонарь Светит Пылаз Это Капец Это Конец Давай Пару Ребят Всем привет А с Женей Все Вообще Парень Вот Классный Привет С этого А ты сам С Дзержинска Или с Нижнего С Дзержинска Вот приехал Женя Он мне позвонил То есть Контакты Списались Вот Сейчас Утром Встретились Ну Перед Выгрузкой Перед Выгрузкой Да Он работает Шеф-поваром Показал мне Пустые казаны Я говорю Хоть миска Чуть-чуть Туда Положи Говорит Все поэтапно Сначала Посмотри на казан И потом Когда-нибудь Доберемся И до мяса В общем Хороший тебе Трудовой День Сегодня Провести Да И тебе тоже Жень Все Подписчики Тоже Всем привет Все Всего доброго Где-то тут Склад Сейчас Выгрузим Этот Сульфид Натрия Тонну Сбросим Ребят Выгрузился Вообще За 2 секунды Едем в Богородск 55 километров Показывает Что полдесятого Я уже туда прибуду Сейчас заеду На какую-нибудь Заправочку Умоюсь И уже будем В Богородске Больше суток Тусоваться Что хреново Что блин Вот поднимать вопрос Сутки стоишь Ты пока не едешь Тебе не идет Никакие 5 рублей За километр А ты сутки стоишь Что-то там нужно Кушать Спать тут В этой кибитке И чтоб Блин как-то Либо суточные Чтоб платили Обязательно ставили Спальник и автономку И суточные Если работаем Десять через десять Там Пять тысяч Тебе хотя бы По минимуму По пятьсот Сутки дали И все Ты поехал А это вот так стоишь Простаиваешь И вообще Нифига Вот это я обязательно Приеду Подниму Ладно В общем еду Все таки в эту деревню Вот тут Звонил Воды взял Посмотрим С левой стороны Что у нас Ну вот Видите Такая же шайза Попробовать Если Смыть водой Масло На воду Не смоется Сейчас посмотрим Откроем Поглядим В этом В бачке Тормозуху Ну конечно Вон тормозухи Совсем мало Должен тут быть Сейчас посмотрим Масло Что у нас Я уже его вытащил Протер Масло в порядке Масло В уровне Я вот только не пойму Машина прошла 47 тысяч Что с ней делали Почему она такая Ржавая Там снизу Вообще Все Лушак Весь ржавый Тут тоже Вот ржавчина Вон там Ржавчина Да Каминец Не знаю Как она Эксплуатировалась Что с ней делали Но Блин Для Ей года нет Вот вы посмотрите Блин Как будто она Где-то Вообще В болоте В каком-то Утонула Где он там Рама В какой-нибудь Вет улетел Что раму Меняли Но рама Да Рама Она по ней Видна Где-то Я вот тут Лазил Она Она нулевая Что даже Повесили Эту самую Где-то тут Висит У нас Штука Вот Современная Транспортная Вся херня Что Заменена Все нормально Вот она Нуляк Запасочка Ну вот Эта вот Ржавчина Вон Редуктор И вот Как будто Она правда В какой-то В воде Где-то Стояла Там Вон Болты Снизу Тоже Все Ржавые Фиг его знает Мое дело Сказать Сообщить Что там Они будут Делать Так По ходовой Таких Нареканий Нет Тормоза В порядке Но нужно Далечь Я посмотрю Там какой-то Пакет У них С инструментами Может там Есть Тормозуха Сейчас Пороемся Делать Все равно Нефиг Коротаем Время Так Тут Вот Гигантский Ключ Огроменный Гигантский Ключ Потом Набор Автомобилиста Что у нас Здесь есть У нас тут Жилеточка Аварийный Знак Аптечка Аптечка Какая Первая Помощь Огнетушитель И Перчаточки О, перчаточки Надо Положить сюда А то я Без перчаток Замучился Потом Ссать на руки О, искать колонки Чтобы мыть руки Огнетушитель Зеленый Отличный Порошковый Все Будем знать Что у нас тут Имеется В правой Ножке У нас Буксировочный Крюк Вот Вижу Балонник Тут что-то в тряпке Тряпка Сопли вытерять Посмотрим Что тут в тряпке А Что я тут смотреть Это этот Домкрат Домкратик Ну Заводской Все С завода Еще вот Все Нульцевое Ставим на место Неудобно Одной рукой Масло Четырех Обтактный Нашел В пакете Потом Что это такое У нас Японское Для дизель Что-то Какая-то Хрень Обеспечить надежность Современных Двигателей Всесезонное Полусинтестическое Энерго Энергосберегающее Моторное Масло Это масло Вот такое у нас Масло И еще одна Баклашечка Еще здесь Синтетик Кремиум дизель А это Моторная Германия 10W40 Значит это Моторная А это может какая-то Присадка Фиг знает Надо почитать Разобраться Что тут Японцы Германцы Хиранцы Но тормозухи Нету Эту тормозуху Надо будет купить Время Два часа Почти Пообедаю Пельмешечками А куда деваться По посадке Пойти погулять Там кстати ехал Там сосновый лес Стоит 4 машины И люди Собираются Так ведра По 4 По 5 Белых у них Но я даже не Успел взять С собой сковородку А если я даже Их наберу Когда я дома Попаду Дня через 3-4 Теперь Они пропадут Наверное Так что валяюсь Тут вот С кнопкой Рядом Маганезов Стоит Смотрю Хардкор Ем пельмени Пока все есть Пока нормально На все это не точно хватит И вот ем пельмени С хлебом Мяса все равно нету Но вот посытнее было Чтоб на дольше Хватило Не хотелось есть подольше Так что хлеб я ем Три часа Начинается Вечернее Богослужение Сейчас Красота Хардкор Хардкор Музыка На все это не всё Хардкор Сходил в магазин Взял 2 литра холодненький оранж так люблю апельсиновые соки вот булки с опиатами не бужик сухомятку с минералкой есть все повеселей четвертый час машину завел чтоб зарядить эти телефон фу блин вообще что-то не знаю чем уже заняться футбол завтра великий и могучий завтра играет а топ сегодня бы посмотрел какая слябла сейчас я выжимаю тормоз обороты падают убираю педаль с тормоза смотрим я ничего не трогаю вот сейчас жму тормоз обороты падают чуть может быть не знаю но пошел разгоняться все решим проблему вакуумный усилитель сейчас вроде вот все держится хоть выжимаю отпускаю блин ну машина 49 тысяч вот сейчас будет почему он такая это вот какие-то вот мелочи а вот как-то будто бы ездили как-то не следили вот за жидкостями за всеми где-то на в болоте в каком-то стояла все заржавела кнопка что с собой делали а неизвестно а мне уж тоже они там звонят там какие-то советы дают типа вот на будущее там на это еще чего-то я говорю что неизвестно ничего о будущем при как они отреагируют на мои требования то есть условия то что вот так вот тут вот жить неделю без суточных и без всего это полная шляпа вот сегодня я стою жиру и мучаюсь здесь полностью просто за свой счет я вообще ничего не зарабатываю вообще ничего это мне кажется это вообще неправильно это возмутить держу связь типа как-то там дела но это это типа я так не понял кто она то ли логист или чуть-чуть я говорю блин да и в этой кибитке тут так ездить тудым-сюдым говорит ну это вот первый рейс там типа комом что вот типа что типа заказать они взяли так бы я не простаивал бы сегодня уже бы сегодня бы загрузился ехал бы на белгород уже то есть был бы такой четкий телометраж а тут вот так типа что получилось машина все равно без спальника вот так вот неделями ездить дает как недели через неделю до без спальника без всего она говорит а чё тебе в хостеле не ночуется типа мы все оплатим я говорю а я-то этого не в курсе я говорю я вообще пришел на собеседование поехал за колесами чтобы посмотреть машину после полугода простоя и забора и сервис жидкости хиридкости вот сейчас тормоза там текут да я поехал ее посмотреть и тут же поехал в рейс а вот и сказал бы не поехал в рейс евгений кузин никогда так не говорит никогда не боится трудностей и он всегда за любой кипиш иначе я не был бы я поэтому я там где я а она там где она ну вот сейчас приеду и будем говорить если они не хотят делать ничего спальник а будут оплачивать хостел вот в таких простых еще лучше чем я буду в спальнике там с автономкой я в хостеле на кухне там себе приготовлю я блин помоюсь да и на кровати посплюсь и по телеку посмотрю спартак еще поэтому я верну ладно спешу вот этот рейс тогда на ну на вот такие непонятки да там такой первый рейс как говорится комом а потом уже посмотрим если в хостеле я буду только за ну сейчас я и сказал еще вот если такой вот простой как там что будут оплачивать но приеду все это будем решать сейчас задача этот рейс закончить еще три дня у меня еще на три дня три по моему доширака и три картофельных пюре это все что осталось из еды кстати ну и все-таки думаю я разобью это видео вот сегодняшний день до снимем а уже завтра загрузку как поеду в серпухов серпухово в москве еще две точки есть фоткать и она там будет искать третью опять еду в кстово куда там третью повезу неизвестно отсюда куда меня еще занесет непонятно продукты кончится дальше делать непонятно после завтра кончится телефон непонятно короче ничего не понятно но ужасно интересно поэтому приятного просмотра не забудьте подписаться чтобы увидеть следующую серию что нас будет ждать дальше с кнопкой как говорится только вперед ни шагу назад как как говорят у нас в канаде пора ужинать ядрить твоих дышла включили свет уже придется разворачиваться а то так в морду будет светить кошак вот короче поставил чайник буду есть эту лапшу быстрого приготовления тот говорит что это да достал так не попробовал да хорошего тут конечно мало но сейчас запарим поужинать все таки хоть как-то надо ну что друзья как и обещала то кто-то говорил что я тогда не попробовал эту лапшу сейчас я ее попробую сейчас попробую и посмотрим стоит она в два раза дешевле чем дошик ну и вкус в два раза скуднее чем у дошика я вам покажу вот так вот она выглядит короче я съем ее переставлю машину чтоб солнце не светило в глаз вот этот фонарь ну и на ночь наверно одну булочку с этим с оранжем попью ну и все ну а вы все увидите уже дальше в следующей серии так что всем большое спасибо кто поддерживает канал комментариями лайком подпиской это помогает нам ну для продвижения даже я хрен его знает кому там что помогает принципе как бы и пофигу но по крайней мере добавляет мне энтузиазма и мотивации снимать дальше вроде смотришь активность есть обратная связь есть значит как бы не напрасно что смотрит ладно все в общем буду есть ну-ка бульон танец маленький хотят нам покушать не хотят и покушать не хотят ну съестно съестно я даже не помню что я за сегодня за весь день ела пельмени блинчики два блинчика два банана пельмени и две булочки с оранжем и вот сейчас у меня дошик булочка с оранжем и все протянуть еще дольше но все увидите дальше всем огромное огромное спасибо я уже по вам соскучился время 10 храм горит магазин закрылся люди разбрелись так не будет он не светить глаз а тут фонарь я встану лучше к храму ладно все пью булочку и ложусь спать 11 час лучше завтра встану пораньше посмотрю бой сергей павловича с дэриком льюисом точно вот план вот это я понимаю план вот это дело все дело ладно друзья всем пока увидимся в следующей серии будет интересно я в этом уверен по-другому у нас не бывает ядовой дальнобой только вперед